14.0812.07.2018 Обновлено, 14.12.12.2018 года 335.019 Москва, 12 июля, РИА Новости Все средства на индексацию пенсий на 1000 рублей в год будут предусмотрены в бюджете, заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев В четверг Игнатьев выступил на круглом столе как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России, организованном торгово-промышленной палатой, и представил законопроект о пенсионном обеспечении России Пенсионного возраста, который правительство внесло в июне в Госдуму Сгонопроект, реальная возможность повысить пенсии не на 500 рублей, как мы это делали в последние годы, а в два раза больше, на 1000 рублей, и ориентировочно это превысит инфляцию также в два раза, минус цитирует в пресс-службе Минтруда слова Игнатьева В рамках бюджета все средства будут предусмотрены, минус подчеркнул Игнатьев Представитель министерства также обозначил проблему изменения соотношения граждан в трудоспособном возрасте и пенсионеров И сейчас мы движемся к показателю один к одному, один трудоспособный гражданин, за кого полноценно уплачиваются страховые взносы, будет содержать одного пенсионера Пояснил он, Игнатьев также сообщил, что в настоящее время поступающий объем страховых взносов от работодателей не покрывает всех расходов на выплату пенсий Руководитель департамента рассказал об опыте других государств по повышению пенсионного возраста Все страны, от Норвегии, Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании до Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, приняли решение о повышении пенсионного возраста Единственной страной на постсоветском пространстве, которая не приняла такого решения, остается Российская Федерация Узбекистан уже заявил о том, что он будет приводить свой пенсионный возраст до общепризнанного уровня, минус отметил Игнатьев Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет второе и третье, окончательное, чтение В материалах к законопроекту отмечается, что он создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом Члены Кабмина отмечали, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей А к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин Соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет Субтитры создавал DimaTorzok